Все о Reaper 5 с Кенни Джоя Урок 23. Автоматизация и огибающие Хорошо, теперь рассмотрим автоматизацию или огибающие в Reaper Для всей автоматизации в Reaper мы будем пользоваться огибающими Для их создания нужно нажать вот эту кнопку Откроется вот это окно И в нем мы будем настраивать наши огибающие Тут много опций Громкость, панорама, ширина Затем идут предэффектные громкость панорамы ширина И затем мьют Мы также можем автоматизировать посылы Создадим вот тут новый трек Пошлем на него вот этот трек И вот в этом окне появился посыл Его громкость, панорама и мьют Мы также можем автоматизировать наши эффекты Зайдем сюда И видим, что на этом треке стоит эквалайзер И все его параметры мы можем автоматизировать с помощью огибающих Они показаны вот здесь Вот все параметры эквалайзера, которые мы можем автоматизировать Давайте пока это скроем и сфокусируемся на основных параметрах Удалим это То есть на громкости, панораме и мьюти Давайте создадим огибающую для данного трека Выбираем громкость И вот тут внизу появляется ее огибающая Нужно кое-что пояснить по поводу автоматизации в Reaper По умолчанию автоматизация находится в режиме подстройки чтения Это значит, что если мы отключим огибающую и проверим громкость вот тут То увидим, что она установлена на отметке минус 10 дБ Это также видно и здесь Минус 10 дБ Но когда мы подключаем к треку огибающую Она сразу же принимает это значение громкости Вот тут Уровень огибающей минус 10 дБ При этом фейдер устанавливается в нулевое положение Затем мы с помощью него можем подстраивать нашу огибающую Поэтому он и вернулся в ноль Снова отключим ее Уровень фейдера опускается до минус 10 При добавлении огибающей Этот уровень переносится на нее Фейдер при этом возвращается в ноль То есть, по сути, фейдер теперь можно воспринимать Как дополнительный регулятор громкости Сначала она регулируется огибающей вот тут А после этого идет на фейдер в режиме подстройки Теперь запишем автоматизацию Для этого нужно сменить ее режим Сейчас она в режиме подстройки чтения Нужно перевести ее в режим записи вот так И сразу видим, как вот тут изменился цвет Вот тут тоже И теперь мы можем записать автоматизацию для этого трека Либо вот этим фейдером Либо этим Или, как я, через внешний контроллер Теперь в режиме запись автоматизации Запускаем воспроизведение и записываем автоматизацию Записанная автоматизация представляет собой огибающую Теперь смотрите, что произойдет, если мы снова запустим воспроизведение Новая автоматизация пишется поверх старой Это потому, что мы не вышли из режима записи Нужно вернуть исходный режим подстройки чтения Переключаемся в режим подстройки чтения И теперь мы услышим записанную огибающую Вы, наверное, заметили, что фейдер теперь стоит на месте Это потому, что он в режиме подстройки С помощью него мы теперь можем подстраивать то, что записали вот здесь Для просмотра автоматизации переключитесь в режим чтения Цвет при этом изменился на зеленый И теперь мы увидим, как записывалась автоматизация вот тут и тут Звучит так же Просто теперь мы видим, что там происходило Теперь запишем автоматизацию панорамы Заходим сюда Отмечаем здесь Чуть уменьшим тут И вот здесь у нас дорожка для автоматизации панорамы Вот тут переключаемся в режим записи И теперь мы можем записать автоматизацию панорамы либо отсюда Либо отсюда Или даже отсюда Давайте сделаем это здесь И вот тут мы видим записанную автоматизацию панорамы Мы записали ее огибающую Но она также переписала вот эту огибающую Отменим Вот как она выглядела раньше Поэтому нам нужно записать автоматизацию панорамы, не стерев при этом автоматизацию громкости Для этого нужно вернуться в это окно И отключить готовность к записи огибающей громкости Теперь записываться будет только автоматизация панорамы А эта огибающая останется нетронутой Теперь запишем панораму И вот мы записали автоматизацию панорамы, не стерев при этом огибающую громкости И чтобы послушать результат В этом окне включите режим чтения Теперь у нас одна возможность Современно меняется и громкость, и панорама Выключать режим готовности к записи можно и здесь Это то же самое, что и вот это Сейчас они оба включены И вот тут их можно отключить И выбрать только те параметры, для которых мы хотим записать огибающие Мы также можем переключать режимы, сделав правый клик здесь И вот тут выбрав нужный режим Вернем режим записи И теперь мы готовы записать какую-то автоматизацию Снова поставим чтение или подстройку И теперь можно прослушать записанное Теперь давайте запишем автоматизацию мьюта И вместо того, чтобы сделать это вот так Давайте просто сделаем правый клик и выберем мьют После этого вот тут внизу добавится огибающая мьюта Давайте вот это уменьшим А это увеличим И теперь вот тут мы можем записать автоматизацию мьюта Перейдем в режим записи Выведем из режима готовности к записи вот эти две, чтобы не стереть их И теперь все готово к записи Но сперва я хочу показать вам одну настройку в окне предпочтений Вот тут во вкладке автоматизация есть вот эта опция Здесь можно выбрать режим, в который переключится автоматизация после завершения записи То есть вам не нужно делать это вручную Давайте поставим тут режим подстройки чтения И теперь, после того, как мы закончим запись Произойдет автоматическое переключение в заданный нами режим Теперь давайте заглушим пару нот вот здесь Мы можем это сделать, нажимая эту кнопку или вот эту И автоматизация тут же переходит в режим подстройки чтения Послушаем Вот мы замютировали только эти две ноты И теперь мы можем редактировать огибающую, передвигая ее Здесь мьют отключается А здесь он включен И мы слышим это при воспроизведении И любой из этих параметров можно перевести в режим обхода Bypass Например, если мы хотим обойти огибающую мюта Но хотим, чтобы огибающие панорамы и громкости продолжали действовать То нажмите вот эту кнопку И эта огибающая переходит в режим Bypass Гитара теперь заглушаться не будет Выключаем Bypass Глушение активируется И любую из этих огибающих можно настроить независимо от других Мы также можем скрыть их Для этого снова зайдем в это окно И здесь мы можем скрыть громкость, панораму и мьют Скрытые огибающие все равно будут проигрываться Просто мы теперь их не видим Можем снова их отобразить из этого же окна Сделаем их видимыми И здесь же приведем их в готовность к записи Скрытие также регулируется по правому клику вот здесь Громкость Панорама И мьют А можно зайти сюда Показать все активные огибающие трека И вот теперь мы их все видим А чтобы скрыть их, выберите вот эту опцию Мы можем также их удалять Снова отобразим их Для удаления огибающей нажмите сюда И выберите очистить огибающую То же самое сделаем с панорамой Автоматизация панорамы тоже удаляется Мы также можем редактировать наши огибающие Увеличим вот тут Приблизим вот эту область И все вот эти точки на кривой можно редактировать Мы можем создавать новые, зажав shift и сделав щелчок мышью Можем передвигать эти точки Очистим огибающую И сделаем новую Можно создать четыре точки Вот так Затем, захватив область между двумя точками Мы можем перемещать их вот так Это удобно при работе с каким-то отдельным участком Как вот эта нота, например Ставим четыре точки И меняем громкость только одной этой ноты Послушаем Сделаем погромче Или тише Для удаления зажмите alt на PC или option на маке И затем просто щелкайте по ненужным точкам Чтобы рисовать точки Удерживайте control на PC или command на маке И рисуйте мышкой огибающую Для выделения точек сначала создайте выделенную область Сделайте правый клик И выберите выделить точки в выделенной области После чего мы можем перемещать выделенные нами точки Можем их копировать и вставлять Допустим, нам нравится уровень громкости в этой точке Просто скопируйте ее И вставьте сюда И в этой точке начинается новая громкость Чтобы отредактировать ее, сделайте правый клик И выберите установить значение Поставим минус 2 децибела И данная точка принимает это значение Давайте поставим здесь еще две точки Изменим значение вот этой на минус 5 децибел И уровень громкости этого участка Опускается до минус 5 децибел Мы можем менять громкость песни в разных ее участках Минус 1 Теперь вот в этом месте громкость минус 1 децибел Мы также можем ограничивать вертикальные Или горизонтальные перемещения точек Например, мы хотим изменить временное положение этой точки Но мы не хотим при ее перемещении Случайно изменить ее уровень Для этого на PC зажмите Ctrl-Shift На Mac и Command-Shift И теперь просто захватив точку Перетащите ее вправо или влево При этом перемещение точки ограничивается только этой осью Влево-вправо Таким образом, меняя горизонтальное положение точки Мы сохраняем ее уровень громкости Или можно делать наоборот Можем поднимать и опускать точку Не смещая ее при этом в горизонтальном направлении Зажмите те же самые клавиши-модификаторы И поднимаете или опускаете точку При этом ее горизонтальное смещение запрещено Мы можем это проделывать и с несколькими точками Например, нас устраивает вот это изменение громкости Нужно только изменить момент, когда оно происходит Тогда мы выделяем обе точки Ограничиваем их вертикальное перемещение И передвигаем их в нужное место Передвинем теперь вот эти Можем поставить их куда захотим, сохранив при этом их уровни Мы также можем сократить количество точек Вот здесь у нас вот такая огибающая Тут много точек Если мы захотим тут что-то изменить Придется двигать каждую точку по отдельности, что довольно сложно Поэтому, чтобы сократить их количество, выделите их все И вот тут выберите «Сократить количество точек» И в этом окне мы можем выбрать, сколько точек нам нужно Может вот столько Теперь редактировать огибающую проще Вот так Вот так Или вот так Когда точек немного, редактировать огибающую проще Теперь давайте рассмотрим, какие еще есть режимы автоматизации Давайте перезапишем этот участок в режиме записи Включим режим в этом меню И запишем автоматизацию громкости Автоматизация записалась и перешла в режим подстройки Согласно нашим настройкам Теперь мы можем ее послушать, не боясь ничего стереть И допустим, теперь мы хотим сделать врезку только в какой-то одной области Врезка автоматизации делается в режиме касания, Touch Включается он в этом окне Его также можно включить, сделав правый клик и выбрав его здесь Теперь автоматизация будет проигрываться до тех пор, пока мы не коснемся нашего фейдера Этого Или этого Начнется запись И закончится она тогда, когда мы отпустим фейдер После чего огибающая вернется в положение, записанное ранее Так и сделаем Во время воспроизведения я начну перемещать фейдер, а потом отпущу его Вот тут я его отпустил А здесь я начал его перемещать То есть мы перезаписали эту огибающую с помощью врезки в режиме касания Проиграем трек Вот здесь старая автоматизация, а здесь новая Есть также режим замка Делаем вот тут правый клик И переходим в режим замка Этот режим очень похож на режим касания Запись тоже не начинается до тех пор, пока мы не касаемся фейдера Отличие в том, что когда вы отпускаете фейдер, запись продолжается Панч аута не происходит Что полезно в том случае, когда вам нужно перезаписать всю оставшуюся автоматизацию песни Давайте это отменим И теперь где-то вот тут мы сделаем врезку Но когда я отпущу фейдер, запись продолжится Вот тут я отпустил фейдер Но запись продолжилась Что, как я уже сказал, имеет смысл, если вы хотите сделать вот в этом месте врезку Но не завершать запись после того, как вы отпустите фейдер При этом и в режиме касания и замка трек будет просто проигрываться до тех пор, пока вы не коснетесь фейдера Режим касания Этим они и отличаются от режима записи Они могут быть постоянно активированы Просто не трогайте фейдеры, если не хотите, чтобы пошла запись В общем, вот какие режимы автоматизации существуют в Reaper Теперь, если мы вернемся в режим подстройки То, как я уже говорил, вот этим фейдером, который стоит в нулевом положении Можно подстраивать то, что происходит вот здесь Он не записывает никакую новую автоматизацию Но вы будете слышать эту подстройку Хотя и саму огибающую тоже можно подстроить Вот этим регулятором Ее можно поднять или опустить Это почти то же самое Громкость огибающей можно увеличить, подняв огибающую Или подняв фейдер Это, по сути, разные способы одного и того же Теперь снова вернемся к режимам автоматизации Сейчас мы регулируем режим только заданного трека Но это не единственный вариант Вот тут находятся глобальные регулировки автоматизации Сейчас мы видим, что никакая глобальная замена не активирована Но мы можем перевести автоматизации всех треков в режим записи Теперь автоматизации всех треков в режиме записи А можем переключить их все в режим замка Или касание Или обратно в режим подстройки Или можно выйти из глобального режима Тогда все автоматизации будут регулироваться независимо друг от друга Мы также можем обойти все огибающие, включив режим bypass Например, если в вашем проекте много огибающих и вы хотите их все отключить Тогда активируйте bypass вот здесь Для того, чтобы снова их включить, нажмите сюда И они будут проигрываться Мы также можем отображать и скрывать огибающие в этом меню Щелкаем сюда Все огибающие скрываются Щелкаем еще раз И вот они все отображаются У каждой огибающей есть своя дорожка Вот тут Давайте добавим еще Панораму Мьют Все эти огибающие мы можем разместить на основном медиа треке Щелкните сюда И выберите «Показывать все видимые огибающие на медиа дорожке» Если мы это отметим То все огибающие появятся вот здесь Также можем перемещать наши точки Можем их удалять Создавать новые Прямо на треке с айтемом Чтобы вернуть огибающие на место Нужно отметить вот эту опцию И теперь они отображаются на своих собственных дорожках И мы можем делать это с каждой огибающей по отдельности Вот сейчас огибающая громкость отображается здесь А панорама и мьют остаются на своих дорожках Переместим наверх вот эту И эту Теперь давайте их снова удалим Но не через это меню А мы можем просто сделать правый клик на огибающий И очистить ее вот тут Ранее я уже говорил, что огибающие можно создавать для айтемов или для тейков То есть можно вот это выделить Сделать правый клик Зайти в тейк И выбрать меню «Огибающая тейка» И вот тут можно выбрать огибающую громкости, панорамы, мьюта Или даже высоты Огибающую можно также подключить, сделав двойной клик по айтему При этом откроется окно свойств Нажмите вот эту кнопку Откроется вот это окно, в котором мы можем добавить огибающие Давайте создадим огибающую высоты И вот тут появилась огибающая высоты этого айтема Но только не путайте ее с огибающей трека Эта огибающая работает только с данным айтемом То есть у каждого айтема могут быть свои собственные огибающие Но давайте изменим высоту вот этой ноты Давайте опустим ее на два полутона Ставим четыре точки Опускаем Два полутона И вот как это звучит Или можем поднять на два полутона И конечно то же самое мы можем сделать с громкостью, панорамой и мьютом Давайте ее удалим И давайте добавим огибающую громкости И вот чем мне нравятся огибающие громкости айтема или тейка Так это тем, что они стоят в цепи перед эффектами То есть если на треке у нас стоит компрессор Или какой-то другой динамический эффект И он срабатывает слишком жестко То мы можем сами выровнять громкость айтема вот здесь Еще до того, как он пойдет на компрессор Допустим я хочу изменить вот эту ноту Я ставлю четыре точки И поднимаю ее То есть чуть увеличиваю ее громкость Чтобы она соответствовала громкости вот этой ноты То же самое я сделаю с этой нотой То есть я пытаюсь выровнять этот айтем До того, как он будет обработан компрессором Чуть громковато Но мы можем нота за нотой постепенно выровнять этот айтем А если первая нота вступает слишком резко То на ней можно сделать плавное нарастание Поставим точки И вот тут опустим Чтобы нота вступала плавно Чтобы звучание было более мягким Можно подстроить его как вам нравится Было Возможно чуть рисковато И стало Стало помягче То есть вот как можно вносить предэффектные регулировки И как я уже говорил в уроке по группам треков VCA и обычные группы работают с огибающими по-разному Давайте покажу Создадим новый трек Теперь вот этот трек сделаем мастером То есть ведущим в группе Откроем окно группы И этот трек сделаем мастером Затем выделим вот эти треки И сделаем их слейв треками То есть ведомыми Это обычная группа треков Не VCA VCA я покажу попозже Теперь если вот тут мы будем перемещать фейдер То фейдеры всех треков будут перемещаться как одна группа Но если на этом треке мы нарисуем огибающую То другие треки ей следовать не будут Только этот Войдем в режим чтения Огибающая на мастере не влияет на слейв треки Влияет в только перемещение этого фейдера Чтобы решить эту проблему Давайте очистим огибающую Нужно автоматизировать все треки вместе Давайте снова построим огибающую громкость и мастер трека Для этого есть быстрый способ Просто нажмите клавишу V Клавиши V для громкости Клавиши P для панорамы При этом на треке появятся соответствующие огибающие То есть нажимаем V Появляется огибающая Теперь изменим режим автоматизации на мастере Поставим режим записи Видим, что все слейвы тоже перешли в режим записи Теперь запишем автоматизацию этого трека Несмотря на то, что огибающая стоит на мастере Она также записалась и на слейвах Этот трек нам в принципе больше не нужен Можем его удалить При этом записанная автоматизация у нас сохранилась Потому что она записалась на каждом из треков Очень важно это понимать VCA работают немного иначе Давайте это все отменим Давайте уберем треки из группы И теперь сделаем вот этот трек VCA мастером А эти треки сделаем VCA слейвами Теперь этот трек регулирует громкость всей группы Но он не управляет всеми фейдерами Смотрите Потому что в VCA группах фейдеры не перемещаются вместе Мастер трек является дополнительным регулятором громкости Каждого из данных треков Поэтому если на этом треке мы запишем автоматизацию То мы будем ее слышать Включим режим записи И видите, слейв треки не перешли в режим записи Так и должно быть Теперь давайте запишем автоматизацию на мастере Мы снова слышим автоматизацию Но она не записалась на каждый из слейв треков Но мы можем переместить ее на слейв треки Зайдем в окно действий Наберем фильтры VCA И вот два действия, которые работают с VCA группами Вот это действие применяет огибающую к слейв трекам Сделаем двойной клик по этому действию И вот огибающая с мастера переместилась на слейв треки Уменьшим вот тут Чтобы было лучше видно Вот как было Автоматизация была здесь А потом она переместилась на слейв треки Это очень мощное действие И сейчас покажу почему Дело в том, что оно позволяет нам создавать регулировочную автоматизацию Которой не было в Reaper до пятой версии Вы могли регулировать автоматизацию с помощью фейдера Но нельзя было переписать автоматизацию Совместив ее с ранее записанной Но благодаря VCA группам это стало возможным Давайте вот это все отменим И давайте я покажу вам, как этим пользоваться Вот это удалим Эти треки уберем из группы И создадим новый трек Поставим его сюда Зададим ему огибающую громкость И сделаем его мастером в VCA группе А этот будет VCA слейвом И теперь записанную на мастере автоматизацию мы можем переместить на слейв Сделаем это Входим в режим записи Пишем Теперь переместим огибающую на слейв трек Выделяем Заходим в действия И выбираем вот это Огибающая перемещается на слейв трек И теперь мы можем подстроить эту автоматизацию Записав еще один проход автоматизации на мастере Переводим его в режим записи И пишем новую огибающую И теперь вот эти две огибающие комбинируются Проиграем трек Мы слышим обе огибающие И мы можем их смикшировать Выделяем трек Заходим в действия Снова выбираем вот это И вот здесь мы видим результат смешения двух огибающих Это смешение, а не замещение Смотрите, как было Мы вот эту кривую суммировали с этой Отменим Мы сложили две огибающие Тем самым создав регулировочную автоматизацию Можем сделать это еще раз Сколько угодно раз Запускаем то же самое действие И новая огибающая прибавляется к этой То есть мы постоянно добавляем новые огибающие к старой То есть новыми огибающими подстраиваем старую В общем, это был урок по автоматизации и огибающим в Reaper Поехали дальше Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!